Христос воскрес, братья и сестры! Дети сегодня будут об этом много петь, говорить, и мы будем поддерживать их молитвами. Начнем с молитвы благословения этого собрания, чтобы сам Господь присутствовал с нами. Господи Божий, Отец наш Небесный, прославляем и благодарим Тебя за милость, которую Ты проявил каждому из нас. Благодарим Тебя за то, что мы знаем об этой победе Господа Иисуса Христа. Мы верим в эту победу, и эта победа действует в жизни каждого из нас. Господи, слава Тебе за воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе за возможность быть в Доме Твоем и вместе с детьми прославлять Тебя, ибо Ты достойный этого. Господи, благослови каждого, кто будет участвовать в этом богослужении. Благослови детей, преподавателей, руководителей пения, и все, кто будет говорить Слово Твое, все, кто будет прославлять Тебя в пениях, стихотворениях. Да будет по благодати и по милости Твоей слава Тебе возноситься из этих уст детских. Господи, благослови весь ход служения и прославься в нем, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы общим пением поем в сборник 631 в вышине под небесами. Благослови весь ход служения и прославься в нем, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Редактор субремなんです. Благослови весь ход служения и прославься в нем, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. ПЕСНЯ 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 Славь ти небо и земля, Славь ти горе и поля, Славь ти малый и большой, Иисус, Иисус живой. Славь ти небо и земля, Славь ти горе и поля, Славь ти малый и большой, Иисус, Иисус живой. Славь ти небо и земля, Славь ти горе и поля, Славь ти малый и большой, Иисус, Иисус живой. Вечный Бог нас возлюбил, Чтобы ты на небе жил, В облеги твои прости. Вечный Бог нас возлюбил, Чтобы ты на небе жил, В облеги твои прости. Славь ти небо и земля, Славь ти горе и поля, Славь ти малый и большой, Иисус, Иисус, Иисус живой. Славь ти небо и земля, Славь ти горе и поля, Славь ти малый и большой, Иисус, Иисус живой. В это утро на рассвете Все в собрания спешат, Как ликуют Божьи дети, Взоры радостью горят. Торжеству природы вторя Все в восторге говорят, В воскресенье Христово Победила смерть и ад. Богом дверь открыта людям, В славу вечную небес. Приходите, дети, Будем прославлять Иисуса здесь. Аминь. Сейчас выслушаем участие деток 4 года. Зачем участие оркестра? И после 3 оркестра приготовится Группа 6 лет. Из страны далекой Восточки летят, Весью о себе тут Людям говорят. Людь, пробудитесь, К нам весна идет, А с весной и Паска Радостно несет. Я наш Торис Кёп, наш спасительство, Детям Он и сёсам, Испавление дам. Воспевайте, люди. Муж Христос воскрес, Есть спасение людям, И надежда есть. Клоп пустой, Воскрес спаситель, Дверь от война, Платье, сёстры, Выходите и собрайте сна. Выходите, Дню на встречи, Ночи больше нет, Пусть услышат, Кто далече Радостный привет. Пусть в нас сёстры, Иисус воскрес, Пусть в нас сёстры, Иисус воскрес, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда смотрю я на природу чудную, На прелесть горе тихий, все по трею. Я понимаю, даже лепту скудную, Тебе воздать не может человек. Я вижу ты в мире, Господь мой и Создателем, Ты будь всегда во всем путям своим. А я так слабимая в жизни, как искателем, И замечаю твой чудесный штрим. Когда на небо взор я поднимаю, Где росит звезд на танкуне, Где вскрыть не может даже тьма не моя, Раз у небес, а взором на земле. Я вижу ты, Белик, Господь мой и Создателем, Ты будь всегда во всем путям своим. А я так слабимая в жизни, как искателем, И замечаю твой чудесный штрим. Субтитры создавал DimaTorzok Вижу мой Творец повсюду милость, Во всем, что посылаешь каждый мир. Хотел бы я все вечно возносилась, Мало тебе и слабых пусть моих. Я вижу ты, Белик, Господь мой и Создателем, Ты будь всегда во всем путям своим. А я так слабимая в жизни, как искателем, И замечаю твой чудесный штрим. И замечаю твой чудесный штрим. Прославьте ныне все народы, Христос, строители чудес, И возвещайте весь свободы. Христос воскрес! Христос воскрес! О, смерть! Где жало? Ад! Где победа? Он жив! Из мертвых Он воскрес! Не видев тления могилы, Христос воскрес! Христос воскрес! Великий день освобождения Какой восторг для нас принес, Сверсив победу и искупление, Христос воскрес! Христос воскрес! Чтоб в нашей жизни в полной мере Христос во истину воскрес! Христос воскрес! Звенит синечко, А так засыпчет ветерок. Христос воскрес! Сверсит водичко, А так и возвещает мотылек. Сегодня так приятен воздух, Тепло и светит солнцесвет, Поет цветок, а так светит ветерок. В моем груди стучит щедетка, У радости Христос воскрес! Ликуйте все народы, Ликуйте земля и воды, Ликуйте башни и леса, И вдольте голоса! Христос воскрес! Помогу! Ликуйте! И свал! Воскрес! Поехали в Вене Христос! Воскрес! И снова наш Христос! Воскрес! И славы не для слез! Воскрес! И славы в небеса, мы сам тебя ждать! И встать воскрес, на главную лечеть, И встать воскрес, на институт воскрес. И встать воскрес, на главную лечеть, И встать воскрес, на главную лечеть, И встать воскрес, на институт воскрес, на главную лечеть, И встать 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 воскрес, на главную лечеть, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Для того, чтобы проверить точность того, что дети нам пели, рассказывали, я хочу прочитать из книги Библии. Это короткое повествование о воскресении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 24 глава, с 8 стиха. Это произошло, когда уже ангел явился первым людям, которые пришли к огробнице. И там записаны такие слова. «И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Мария Магдалина, и Иоанна, и Мария, мать Якова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Пётр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошёл назад, девясь сам себе происшедшему». Итак, я хотел бы коротко поговорить на одиннадцатый стих, где говорится, что «показались им слова их пустыми, и не поверили им». Один из переводов, он говорит, что «пустыми», говорится также «бессмысленными». То есть, когда ученики услышали весть о том, что Христос воскрес, им эти слова показались бессмысленными. Сама идея воскресения из мёртвых казалась неправдой, казалась бессмысленной. Дети, а вы умеете различать бессмысленные слова от мудрых и хороших? Вы все знаете, как это делать? Если вы забыли, почитайте книгу притчи. В первой главе очень много говорится об этом. Там говорится «сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». И в конце главы говорится, что «упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». То есть, если вы научились различать бессмысленные слова от мудрых, то вам будет намного лучше в жизни. Итак, давайте вернёмся к ученикам, которые ожидали, что произойдёт с ними дальше. Я думаю, что хуже состояния, которое они испытывали, не было до этого. Я хотел бы коротко обратить внимание на три причины неверия, которые испытывали эти ученики. Итак, первое, как мы говорили, что поверить, что человек может воскреснуть из мёртвых, это было невозможным. Они верили, что в будущем когда-то люди воскреснут. Но что именно произойдёт тогда, они в это не верили. Но Христос делает невозможное, то, что казалось людям неисполнимым. И вы знаете, это для нас такое сравнение, для взрослых, что Христос делает невозможное в жизни людей. И как написано, когда Христос поселяется в сердце человека, то он преображён в обновлённой жизни. То есть, та его прошлая жизнь, она изменилась. Так же и мы воскрешаемся Христом. Вторая причина, почему они не верили, это была реальность событий, и представления о Мессии, они были несовместимы. То есть, если мы помним, когда Христос был на земле, ходил с учениками, все надеялись, что это будет тем царём, который избавит их от римского ига. Они представляли, что Он возглавит всех верующих, всех людей, которые верили, ждали Его, и будет царём, великим вождём. Но произошло, когда Христос умер, все их неожидания, они поменялись в печаль. Вопрос для взрослых. Какие наши ожидания от нашего Христа и Спасителя? Возможно, мы хотим, чтобы Он угодил нашим желаниям, для того, чтобы Он помогал нам так, как мы хотим, вёл нас путём, который нам кажется правильным, или же мы всё-таки ищем Его воли, чтобы Он делал то, что угодно в нашей жизни для Его славы. И последнее, это причина неверия, что ученики сильно обратили внимание на то, кто говорил им эти слова. Это говорили женщины, которые первые имели встречу с ангелом. И когда ученики слушали это, я представляю, что, как мы читаем, были особенные ученики, которые находились с Христом на преображении, которые вошли в дом, когда воскрешали девочку. И, наверное, некоторые ученики подумали, «Если бы Христос воскрес, то, скорее всего, Он в первую очередь мне сказал бы, но не через этих женщин». Знаете, это также можно увидеть в жизни Иосифа, когда ему приснились сны, то он говорил, что произойдёт, он говорил о будущем, но его не понимали. И вот даже его отец не понял то, что он передавал. Но для нас урок для того, чтобы каждый из нас лично не терял эту связь, эту нить связи с Богом, чтобы мы были внимательны, когда Он говорит каждому к нам лично. Независимо, какой человек говорит это, как это говорится, какие события происходят, но чтобы каждый лично видел, что Господь говорит к нему. И так, как в 11 стихе мы прочитали, им показались эти слова бессмысленные. Но это было для всех или не для всех? Мы прочитали, что Пётр, он встав и побежал к гробу. То есть у Петра загорелась маленькая искорка в его сердце, что, возможно, Христос воскрес, и он встав и побежал для того, чтобы убедиться в этом. Сегодня, вспоминая о воскресении, я хотел бы, чтобы мы взяли этот пример для себя, когда нам трудно, когда у нас нет надежды, чтобы мы имели эту искорку о воскресении Христа, что Он победил смерть, Он победил грех, и чтобы мы бежали ко Христу для подкрепления нашей веры, и чтобы мы умели различать пустые слова, которые ведут к погибели, и видели, прислушались к мудрым словам, которые дают нам жизнь, чтобы эта искра радостной вести воскресения воспламеняла большую веру в каждом сердце, кто сегодня находится здесь, и мы поступали так, как угодно Господу. Сейчас у нас есть время помолиться, и хотелось бы, чтобы в наших молитвах мы воздали славу Богу, за то, что Он совершил для нас. Аминь. Помолимся. Продолжение следует... Господь, мы счастливы в том, что мы являемся Твоими детьми, за то, что Твоя жертва на кресте, она не напрасна, что сегодня мы склонились здесь к нашим детьми, в этой семье, для того, чтобы воздать Тебе славу, за то, что Ты умер и воскрес. Хвала Тебе, Господь, за силу Твою, за кровь пролитую, которая дает силу нам идти по жизненному пути, для того, чтобы побеждать грех, для того, чтобы стремиться в этот небесный город. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, что Ты был прославлен через нашу жизнь, для славы Твоей. Аминь. Сейчас выслушаем пение тихого гроба, затем стих «Деревья одеваются зеленой листвой», и о том приготовится группа «Десять лет». Тихо у гроба очень рано, Жены спешат, предваряя рассвет. Вдруг ангел с неба Камень отварен, душу согрев воскресенье свет. Он воскрес, победного сиял, искупитель для ноги и стал. Он воскрес, спаси мне всех принес, воскресший чудо Иисус Христос. Кто превозможен, разве возможно, Господа славы в плену удержать? Кто с Ним воскрес, тот верою может, кровью Христова врага побеждать. Он воскрес, победного сиял, искупитель для ноги и стал. Он воскрес, спаси мне всех принес, воскресший чудо Иисус Христос. Праздник спасен из руки восторга, церкви Иисус Христос. Праздник спасен из руки воскресенье свет. Рода святая всегда наполнит, места тревоги в душе больше нет. Он воскрес, Он воскрес, победного сиял, искупитель для ноги и стал. Он воскрес, спаси мне всех принес, воскресший чудо Иисус Христос. Воскресший чудо Иисус Христос. Деревья одеваются зеленую листвой, смотри, весна красавица, пришла и к нам с тобой. Да птицы возвращаются с чужбины в край родной, Творца сегодня радостно прославим сей душой. Нам петь сегодня сладостно Воскрес наш дорогой, Спаситель полный благости, Хвали его душой. Аминь. Кто ответит на вопрос, где живет Иисус Христос? В неприступном свете, также в Божьих детях. Ну, тогда еще вопрос, для чего рожден Христос? Он принес заветы, чтобы спасти планету. Хорошо, но есть вопрос, умирал зачем Христос? Жили что по свете, люди на планете. Есть еще один вопрос, для чего воскрес Христос? Так что воскресание, любящим Писание. И последний вопрос, возвратится ли Христос? В этом нет секрета, ждет его планета. Явится он снова, все к тому готово. Что же будет с нами, Божьими сынами? Жить в небесном свете, будут Божьи дети. Нас возьмет обитель, Иисус Спаситель. Все теперь мне ясно. Грех, разлука, ясли, крест, гора Голгофа, людям было плохо. Вот пришло спасение, жизнь и воскресенье, свет и возрождение, с Богом примирение, вера, упование, Божье оправдание. Кто же мне ответит? Счастье есть на свете? Есть! А где, скажите? По Кресту спешите! Он дает прощение, радость, мир, спасение. Свете и течение, с Господом и общение. Он любовь в жизни, в путь к святой отчизне. Друг он и учитель, грешных всех спаситель. С ним душа ликует, он покой дарует. Вы счастливы дети! Больше всех на свете! Вернем Божьим детям хорошо на свете! Песня! Симфер-жур Песня... Симфер-жур Симфер-жур ПЕСНЯ 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 День чудесный воскресенья Подарил нам Бог спасенье Через Иисуса Христа Взгляни на крест туда Простил где Бог тебя Чтоб жизнь нападает Чтоб вечно ты мог жить Христос воскресенье ПЕСНЯ 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 Чтоб жизнь нам подарить, чтоб вечно ты мог жить. Христос, воскресенье, явил нам Бог любовь. Христос, воскресенье, смерть навек побеждена. Христос, воскресенье, смерть навек побеждена. Расслаблять Иисуса будет, Он достой хвалы. Гляни на крест туда, простил тебе Бог тебя. Чтоб жизнь нам подарить, чтоб вечно ты мог жить. Христос, воскресенье, явил нам Бог любовь. Христос, воскресенье, смерть навек побеждена. Гляни на крест туда, простил тебе Бог тебя. Чтоб жизнь нам подарить, чтоб вечно ты мог жить. Христос, воскресенье, смерть навек побеждена. 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 Сына плачет нас за всех, она дороже изумрута. Христос, воскресенье, смерть навек побеждена. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Знаете, грех он очень ужасный И он брал на себя грех не только какого-то одного человека Грех каждого, кто сидит здесь Грех ваш, который вы еще не сделали И может быть сделаете в будущем, дети Грех всех живущих людей, которые жили до сегодняшнего дня Которые сейчас живут и которые будут дальше жить до пришествия Он взял грехи всего мира Оно было тяжело, он скорбел смертельно Это было трудно, и поэтому он и молил об этом Но мы знаем, что он говорит, да будет воля твоя Он этот не прошло мимо И слава Господу, что Господь взял наши грехи на себя Как мы читаем 1 Иоанна 2 главе 2 стихе Он есть уме наставление за грехи наши И не только за наши, но и за грехи всего мира Исайя 53 главе 5 стихе мы читаем Но он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились И 11 стих Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет Иисус взял наши грехи, наши беззакония И он является тот топаса, он агнец Апостол Петр в 1 послании, в 1 главе 18 стих Говорит, зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни Казалось, золото и серебро, которое оно долго может Но здесь написано нетленным, значит оно тленное Но драгоценную кровью, вот это нетленное Оно не имеет, как говорится, срок годности Чтобы вот какое-то было, это нетленное Это вечно искупленный кровью Иисуса Христа Как непорочного и чистого агнца И потом, в заключение, если мы принимаем теперь вот эту кровь, агнца Если мы принимаем вот это Евангелие Которое, что Иисус Хрисос, вот это слово стало плотью Он пришел в этот мир, что Он умер, что воскрес Тогда мы можем и с апостолом Павлом Как вот в начале было сказано 1 Коринфянам, 5 главе, 7 стихе Сказать эти слова Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас Слава Ему за все, аминь Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь Вот в Иисусе Христе, что Ты отдал Его Он пришел в этот мир И Он является нашей Пасхой Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты не отказался Но Ты принял все грехи мира, Господь Лично каждого из нас здесь, мои лично Я благодарен Тебе за это Я благодарю Тебя за то, что Ты Духом Святым, Господь Вот создал Церковь, здесь и ведешь И вот это служение всех детских сердцах, которые здесь находятся Я прошу Тебя, Господь, работай в их сердцах Чтобы они в свое время могли принять вот эту добрую весть Ивангелие, что Ты и их Спаситель, что Ты и их Пасха Прошу Тебя, Господь, все это во имя Иисуса Христа Аминь Иисус Воскрес, Пусть Роца Петра 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 Жумят пусть реки и моря. Воскресший мертвый все пробудит, Пусть знает это вся земля. Христос воскрес, пусть грешник знает, Христос в огробе больше нет. Воскресший он грехи прощает, Дает душе забудший свет. Воскресший он творец предпечный, В луке его мир и земля. Его любовь к нам бесконечна, Прослави его душа моя. Христос воскрес, пусть грешник знает, Христос в огробе больше нет. Воскресший он грехи прощает, Дает душе забудший свет. 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 Нам пришла весна, Нам пришла весна, Нам пришла весна, Темно, пустая сна. Поживает и злени тручи-ручи, И чирикает веселый парадель, А с весною паса радость нам несет, А с весною паса нам идет. И чуть забудший висок. Светлана Петер dahajet область нам несет, И кое-кар ciao то, И чирикает веснаю паса висок, Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.